5 сложностей для предпринимателей и иностранцев в Испании. Друзья, меня зовут Виктория Белякова, я живу в Испании с 2014 года и наша компания How to Spain родилась в 2021 году. Сегодня я хотела бы поделиться с вами личным опытом открытия бизнеса в Испании и его ведения на протяжении двух лет. Сегодня поговорим именно о сложностях, с которыми мы столкнулись в течение этого времени. Итак, первая сложность. Я не ожидала, но найти помещение, в нашем случае офис, либо коммерческое помещение для бизнеса довольно сложно. Предложение на рынке аренды море. Но когда вы придете на просмотр объектов, вам обязательно зададут некоторые вопросы. Как давно существует ваш бизнес, какой деятельностью вы занимаетесь, какой у вас опыт в этом и так далее. Потому что владельцы помещений ищут арендаторов на долгое время. Они не хотят потом иметь проблемы с оплатами, если у вас что-то не так пойдет с бизнесом. А так как в Испании 20% бизнеса в течение первого года просто умирают, то, конечно, они хотят быть уверены в том, что их арендаторы это надежные предприниматели с опытом. Кстати, всего 45% компаний переходят рубеж в 5 лет. Если вы из другой страны и у вас уже есть опыт, поделитесь, какая статистика в вашей стране. Иногда могут вовсе отказать, но это редкость. Скорее, у вас попросят дополнительные финансовые гарантии. А это может быть залог за 6-12 месяцев и плюс предоплата за 2-4 месяца. Для нового бизнеса это существенная сумма, которую нужно замораживать на длительный срок. Ведь если мы арендуем помещение для бизнеса, иногда оно может быть в аренде и 10, и 20 лет. И на первичном этапе ведения бизнеса совсем не хочется эти деньги замораживать на этот срок. Допустим, вы нашли хорошее предложение, договорились о выгодных для вас условиях, но не стоит радоваться. Важно убедиться, что это помещение соответствует требованиям для ведения вашего бизнеса. На многие виды деятельности нужна определенная лицензия. В принципе, для любого помещения нужно уточнять технические характеристики. Например, если это коммерческое помещение на первом этаже, по-испански это бахо, нулевой этаж, то обязательно должен быть вход, вернее заезд для людей с ограниченными возможностями. Если у вас предусмотрен прием посетителей, то санузел также должен соответствовать этим требованиям, то есть проем должен быть достаточный для того, чтобы можно было заехать на инвалидной коляске и так далее и тому подобное. Требований очень много. Освещение, вытяжка и так далее. Все это нужно учитывать, поэтому просто найдя помещение, не спешите давать залог до того, как вы проконсультируетесь, подходит ли оно для вашего бизнеса. Вторая сложность, с которой мы столкнулись. Выбор асессории для ведения вашего бизнеса. Когда мы открывали компанию, асессорию выбирали по принципу быстрее и дешевле. Нам действительно открыли бизнес очень быстро, буквально в течение 10-14 дней и за очень демократичную цену. По-моему, 450 евро нам обошлось все, включая нотариуса, госпошлины, услуги асессории и так далее. Но далее эта же асессория продолжила вести нам нашу предпринимательскую отчетность и здесь у нас возникли некоторые недопонимания, потому что я отправляла фактуры и думала, что с нашей стороны этого достаточно. Мне никто ничего не говорил, что есть какие-то ошибки или с моей стороны нужно было предоставить дополнительную информацию и так далее. В общем, на протяжении этих двух лет возникли моменты, когда мы оплатили штрафы, когда я потратила нервы, время и деньги на то, чтобы урегулировать нашу финансовую отчетность. И сейчас мы сменили асессорию. И только сейчас понимаем, сколько денег мы могли бы сэкономить, если бы мы грамотно спланировали введение нашей налоговой и финансовой отчетности. Какой вывод из этой истории? Перед тем, как выбрать асессорию, нужно пообщаться минимум с тремя-четырьмя асессориями, чтобы найти ту, с которой вы найдете общий язык, в ком вы будете уверены. Возможно, это по рекомендациям, либо по отзывам, хотя в нашей асессории очень много отзывов, сотни положительных отзывов. Но в нашем случае была ситуация не самая лучшая. В течение второго года у нас начали вылазить какие-то проблемы, какие-то нюансы по отчетности и так далее. И так как оборот начал увеличиваться, риски тоже начали возрастать. Я поняла, что так дело не пойдет, нужно срочно что-то менять. Сейчас у нас асессор, который состоит со мной в одном бизнес-клубе. Я очень довольна. Они исправляют многие ошибки, помогают нам оптимизировать налоги. Я очень довольна. Если бы мы с ними изначально открыли компанию, я думаю, мы бы сэкономили крупную сумму денег. Третья сложность. Банковские счета в Испании. Не только физические лица сталкиваются со сложностями открытия и управления своего счета в этой стране, но те же проблемы касаются и бизнеса, что меня удивило. В течение первого года три раза блокировали наш счет. Причем каждый раз в самый неподходящий период оплаты налогов и так далее. Когда у нас первый раз произошла такая проблема, банк запросил дополнительные документы, мы их сразу же отправили, но они зависли на рассмотрении на две недели. Поэтому, что важно учесть, когда вы только открыли компанию, параллельно открываете счета в двух, а еще лучше в трех банках. Если что-то случится с одним, у вас будут средства на втором-третьем счету, чтобы рассчитаться со своими обязательствами, оплатить налоги, зарплаты и так далее. В нашем случае мы исполнили все свои обязательства, но мне это стоило дополнительных нервов. Лучше все подготовить заранее. Сейчас у нас три счета. Сантандер, ББВА и Револю. И в принципе, я этой связкой очень довольна. У каждого из банков есть свои преимущества. Сантандер мы используем для оплаты налогов, пошлины и так далее. ББВА для оплаты зарплат, потому что большинство сотрудников счета в ББВА и удобно, что деньги поступают на счет в тот же день. Или валюты для каких-то быстрых транзакций, потому что это самый быстрый банк на нашем опыте. И плюс там классная поддержка, 24 на 7 они отвечают на ваши вопросы. Недавно у нас был такой случай с оплатой со счета банка. Мы пришли в магазин Apple купить телефон, iPhone. Он стоил около 1600 евро. Мы попробовали оплатить с ББВА, не прошло, потому что на карте есть лимиты. Это была пятница вечером и дозвониться в поддержку было нереально. То же самое было с Сантандером. Просто никто не отвечает, куда-то переводят в непонятное отделение и так далее. Мы попробовали оплатить с Революта. Конечно, тоже сначала система не дала, но я написала в поддержку. Моментально в течение одной минуты мне ответили, подняли лимит и никакой сложности не возникло. Мы сразу в течение нескольких минут сделали оплату. До этого с ББВА и Сантандером я, наверное, полчаса, час старалась решить эту проблему. Мне не удавалось. Следующая сложность – наем сотрудников. Если вы досмотрели это видео до текущего момента, я уверена, у вас есть бизнес-жилка, вам интересна тема бизнеса в Испании и, возможно, вы уже бизнесмен или бизнес-леди с большим опытом. Мне вот интересно, это только в Испании я вижу, что у людей мало энергии, все живут таким размеренным ритмом жизни, либо это тренд транкило по всему миру, когда никто не хочет напрягаться, все наслаждаются тем, что уже есть, и работа это воспринимает, вот просто что-то пришел, с 9 до 6 отсидел, ушел и дальше живешь другими интересами. Мне кажется, что в Испании, учитывая все бюрократические сложности, высокие налоги и так далее, довольно сложно выжить бизнесу с такими сотрудниками. Сейчас нам очень повезло с текущей командой, я ценю каждого, нам действительно повезло, но найти таких сотрудников крайне сложно. Мы сейчас в активном поиске, в активном росте нашей команды, и найти людей с огнем в глазах, с энергией, с желанием чего-то достигать, безумно сложно. Поделитесь в комментариях, как вы находите таких людей. И пятая сложность, вполне очевидная, когда вы иностранец в другой стране, вас воспринимают соответствующие, понимают, что вы не в курсе некоторых нюансов, и если вы о чем-то не спросили, вам как бы не спешат об этом рассказать, даже если стоило бы. Важно понимать, что испанцы, как личность, могут быть доброжелательные, всегда готовы помочь вам, улыбчивы и так далее. Но они умеют отлично разделять себя как личность, как персону, и себя как предпринимателя, представителя бизнеса. Если вы утром сидели, мило пили кофе и разговаривали по душам, а вечером подписываете договор, это не значит, что там будет некоторых пунктов, которые очень внимательно нужно прочитать с вашим юристом или адвокатом. Это важно понимать. Однажды на испанском бизнес-мероприятии в куларах я услышала разговор о себе. Это украинка, не дурочка. Такая речь зашла после того, как мы обсуждали некоторые темы, и я высказала свое мнение, и мои собеседники удивили, что я знаю некоторые подводные камни, которые стоит учесть при заключении договоров и так далее. Для меня, конечно, эти слова были комплиментом от испанских коллег. Я действительно стараюсь понять испанскую бизнес-культуру, их менталитет, стать своей среди испанцев. Поэтому, друзья, очень рекомендую учить испанский язык. Я вижу, многие наши предприниматели открывают бизнес и даже не планируют изучать испанский, аргументируя это тем, что есть сотрудники, которые говорят на испанском языке, или всегда можно нанять переводчика за небольшие деньги. Я думаю, что это не выход из ситуации, потому что вам нужно общаться на другом уровне, без посредников и без испорченного телефона. Конечно, на протяжении двух лет было много интересных историй, сложностей, и в своем блоге на тему бизнеса в Испании я буду делиться ими с вами. В следующем видео я поделюсь с вами полезным сервисом для финансовой и бухгалтерской отчетности в Испании. До того, как мы ее нашли, мы просто отправляли наши фактуры, вернее, прикрепляли в личном кабинете у нашей ССРИ, и на этом все. И ждали потом раз в три месяца, сколько нам куда нужно оплатить. Это довольно проблематично, потому что ты не можешь прогнозировать свои расходы и так далее. Когда мы начали работать с той программой, которую я вам покажу, там все видно, сколько ты должен заплатить, когда и так далее. В общем, прям must-have для любого предпринимателя. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Напомню, я Виктория Белякова, сможем с вами продолжить общение в моем инстаграм, а аккаунт нашей компании HowToSpay. До встречи в следующих видео! Пять сложностей для...